Так, я тут готовлюсь уже к зиме, уже первые заморозки у меня идут. Вот укропчик свой с огорода. Первый урожайчик собрала и сразу же надо его замораживать. Вот такие пакетики фасую. Ну, как и все, я думаю. Кстати, с фикс-прайс пакеты бутерброда, они маленькие, и для меня они этим удобны. Поплотнее складываю, и у меня еще обычно укроп остается даже и до лета. Ну, и до сих пор у меня еще есть замороженный укроп, хотя уже свежего все давно растет. Полевые цветы у меня стоят, вот такая красота. Цвет из клумбы. Сварила ежевичный компот, опять же заморозка тоже своя. Видите, прям сеточками снимаю с кустов, замораживаю, так что веточках тоже есть витамины. Это все курием теперь выбрасывать. Кстати, здесь у меня еще черные ягоды, не забыла, как это называется, черная рябина, вот. Так что рябина и ежевика. Надо съедать уже скорее все эти заморозки по прошлогодней, и уже скоро будем морозить новые. Розы уже вовсю цветут. Такие красавицы. Еще шикарный такой розовый куст. Продали мне его, этот куст. Как плетущийся, оказалось, что он нифига не плетущийся. Розовых роз. Красивая роза такая. Какая-то малинового цвета выглядывает. Экспрессерская лилия. Второй год подряд у меня вот в таком состоянии. И не как он хочет расти. Должна быть вот такая уже, высокая. Там мои любимые розы. Пятнистые. Белые розы, кремовые. Жимлость, которая, смотрите, как она цветет обильно. Все в этих нежнейших цветочках. Очень шикарный аромат стоит на весь двор. Браво, только на эти шлейфы и букет. Вернее, пуст. Мои пионы расцвели, и с дождями все попадали. Тяжелые такие. Посадила в нескольких местах. Вот на поле у нас растет вот такой дикий чеснок. Я его просто обожаю в декоре. На клумбе очень красиво смотрится. Вот понасажали их. Ежевика уже цветет. С белыми цветами. У нас все с дождями. У нас дожди тут были бесконечные. С дождями все позарастало. Это какой-то ужас. Все в траве. Срезала как раз супруг, который уже собрала. Который тоже травой зарос. Это какой-то ужас. Все, беспорядок. Не на огороде теперь надо все чистить. Клубника. Клубнику надо срочно собирать. Кошмар. Здесь про пропадет. Вот такая картоха у нас вымахала. Она мне выше колена. Даже еще выше, чем выше колена. В общем, ужас. Даже невозможно к ней тебе подобраться и ее окучить. Как бы она в бадуку у меня вся картошка не пошла. Целые какие-то кусты огромные. Но уже цветет. Кабачки вот такие. Еще падов, конечно, нет. Еще рано. Вишни урожай в этом году. Абрикосы и черешни у нас практически нет. Черешни немножко. Градом побил. Очень много ягод, к сожалению. Черешинка еще зреет. Еще здесь у меня кустик с розочек тоже. Молоденький совсем. Бутоны раскрываются. Мои дети выращены из банки. А яблоки уже вот такие. Уже плоды есть. Град, правда, побил очень много на земле валя. Но не знаю, что нам достанется. Но год в этом плане должен быть плодовитый. В смысле яблоко, груш. Груш совсем мало осталось. Блин, сильно побило. Так что груш, наверное, будет в этом году совсем-совсем так хоть бы поесть. Тут уже не до сушки. На черешни совсем мало. Все-таки в этом году нам поесть не удастся. Ну, надеюсь, будет урожай кизила все-таки. Потому что вроде бы ягод такой вот зеленых хватает. Жду теперь, когда они покраснеют, собрать их. Два дерева. Тут опять яблонька. Невысокая, но плодовитая. Смородина тут у нас уже в саду. Куст смородины больше даже для птиц, а не для нас. Вот так. Маленькие утятки ходят далеко. Вот виноград уже так вот. Кисти. Кистей много. Надеюсь, будет хорошо. Не будет болеть. И будем мы с урожаем, надеюсь. Вот и крыжок поспевает уже. Я не могу сказать, что он вкусный. У нас какой-то кисловатый. Поэтому я его не очень люблю. Но собираю, а так замораживаю на компоты. Ну, либо смешаю его. Перетираю с сахаром вместе со смородиной. Он у нас в такой черную сторону. Не зеленый, не желтый. И кисловатый. Не люблю такой. Ну, здесь зреется смородина великана. Еще маленькая. Должна подрасти. И сама вкусная. Ждем красный урожай. На другом пальцатнике такая красивая бархатная роза. У меня растет. Причем эти розы, оказывается, были покупные. Очень красивые. И я все-таки рискнула и посадила их под банку. Черенки с букета. Причем, которые еще поставила в воде. И все-таки удалось мне вырастить такой вот куст. Главное, чтобы не пропал. Такие шикарные бархатные розы. Я еще и тут посадила. Это дикий чеснок. Он очень красиво в букете смотрится. Хорошо так подсыхает. Долго стоит вазе с водой. Ну, вот посадила. Не знаю, на сколько времени. Надеюсь, в следующий год он как бы вырастет. Не пропадет на меня. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такие непонятные грибочки у нас выросли. Причем по кругу. Образовали такой кружок. Не знаем, что это такое. У нас первый год мы такое заметили. Посмотрите, целый круг получается из грибов. Вот он идет, 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 идет. И закругляется. Такое НЛО грибное. Забавные, вонючие грибочки. Вот такие. Рядышком еще один мини-круг. Вот такой маленький. Чуть реже уже. Тоже почему-то именно кружок получается. Наша голубая ель, которую мы на Новый год наряжаем. Обязательно украшаем игрушками. Так, и вот наконец-таки у нас расцвели в этом году юки. Каждый год, в принципе, цветут. Но вот в этом году две свечи. Обычно последние два года три давали. Шикарные свечи. Огромные колокольчики. Очень красиво. Ну вот делаем, наводим порядки в огороде. Пришлось прорвать все-таки всю траву. Так. И вот заново сею, заново сею семена. Вот муха пришла тут в гости посмотреть. Муха. Моя кукушанель, муазель моя накрашенная, да. И семена с фикс прайса, не только. Вот такие бархатные нежные розы. Нет, не нежные. Просто бархатные. Цветают уже. Вырастила их сама с какого-то букета, который подарили нам на праздники. Очень бархатные, красивые. С фруктовым ароматом. Две огромных свечи от юки. В этом году вот, которая расцвела. С фруктовым ароматом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, мои огурцы, которые я пытаюсь все-таки вырастить каким-то способом. Уже сею просто в грунт их. Подсеиваю то, что не пропало, не зашло. Ну, что-то пытается у меня там расти. Даже вот один цветет кустик. Опыта у меня нет. Первый раз в жизни эти огурцы сею, посеваю. Рядом огромная-огромная картошка растет. Не знаю, никогда такая высокая, но у нас не вырастала еще. Черешня дозревает. И вишенка. Попробуем собирать. Хотя в этом году вишни, черешни мало. Виноград поспевает. Не поспевает, еще только наливается. Одни цветы уже увядают. Которые были тут белой красивой полянкой. Другие пытаются цвести. И первая у нас уже первая лилия оранжевая пошла. Красавица. Там у меня на оранжевая красивая. Ну, аромат у этой оранжевый так себе. Но зато очень красивый цвет. Посадила в этом году вот такие розочки. Соседи угостили таким кустиком, даже парочкой. Посадила. И они прям сразу начали цвести. Очень здорово. Мелкие-мелкие. Надеюсь, куст будет шикарный, когда вырастет. Соседи угостили. ох наша любимая же милость пустая и яркая и дико ароматная а 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 о Он не спел больно отснять, похоже, цветы просто начали отцветать. А тут шикарный, красивый кусочек, ярко-оранжевый. У него такое разочарование в первый раз, он что-то жрет лилии. В первый раз. Сколько лет их выращивает, такой в первый раз. Вообще, в этом году как-то лилии не очень удались, я заметила. Кто знает что-то такое, напишите, пожалуйста, какие-то непонятные какашки там что-ли, или надо чем-то торопить. Ну, конечно же, любимые ромашки. Поехали. 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 Ну и в итоге в грунт досаживала. То есть вот этот огурчик, который первый урожай. Вот он. Там у меня уродился. Так, где-то здесь еще один должен быть. Вот он еще маленький, какой-то непонятный. В общем, это первый огурец в моей жизни. Вот этот вот. Надо его срывать уж, походу. И что в моем случае? Я сажала в горшочке заранее. И у себя там выдерживала на веранде эти росточки. Что я потом досеяла просто в грунт уже не так давно. Эти кустики вот маленькие, которые поменьше, я уже просто в грунт покидала семечки. И они уже прекрасно догоняют те, которые из горшочков. Так что я не знаю, есть ли смысл в горшочки сажать. На кубань, по крайней мере, я не знаю. Так, покидала в грунт, пусть я расту. Моя огурцыща. Так интересно, одни, видите, по земле, которые на солнышке стелятся. А которые вот, тут уже немножко тень, они торчат, видите, кверху. То ли к солнышку тянутся. Как-то непонятно. Тут куча разных сортов уже намешана непонятных. И кабачки у нас все никак, все люди уже едят кабачки. А у меня вот еще вот такие странные, потому что в тени растут. И не знаю, будет ли нормальный урожай у моих кабачков в этом году. Больше некуда было их посадить. Если в этом году не уродятся, то придется сажать где-то в поле. Прямо на солнцепёке. Вовсю цветет колючая ежевика. Сказать, и колючая ежевика по вкусу всегда вкуснее. Вот у нас, по крайней мере, нежели не колючая. И ее много. Пересаженная малинка пока дает потихоньку урожай. Но она еще молоденькая. Поэтому урожая в этом году спута и не будет. Маленькие утятки стадо ходят со своей мамочкой. И пора уже собирать, дозревает уже наша самородина. Были дожди активные. Все хорошо поливалось. Урожай, как всегда, у смородины, по-моему, каждый год, мне кажется, у всех. Также у все-таки крыжовник тут растет, пара пустиков. Но какой-то кислый не очень его любим. Ну, собираем в пельмешку, естественно, со смородинкой. Красная, конечно, смородина красавица. Всегда урожайная. Но черная более ароматная. Ой, господи, сколько мне придется эту поляну всю собирать. И черной, и красной, и белой. Здесь черенком я вырастила свою любимую смородинку. Богатырями называется. Вот, вкусный аромат, очень здоровые кусты. Белая смородина, самая обычная, водянистая. Не скажу, что она вкусная, но в ассортименте, почему бы ее не иметь. Смешиваю со всей стороны остальной смородины с сахаром и в холодильничек. И мой салат пошел с магазина фикс-пайс, который, понимаете, тут такая башня выросла. Мы не успеваем его съедать просто-напросто. Смотрите, как быстро заполонило целый коврик, создавая кислица. Вот, в каком-то видео я показывала. Возможно, даже в это видео попало, потому что я монтирую множество кусочков, которые в течение месяца, полутора снимаю. Все в одну кучу. И я думала, вырастет у меня что-то приличное. Вот так вот красиво у меня пошли ростки. Потом в итоге это какая-то непонятная, значит, трава. Не знаю, что это такое. В общем, короче, трава у меня выросла. Ну, я так не удаляю, а по себе торчит декоративно. И кислица заполоняет очень красивое, милейшее растение. Правда, ее продергать, то зарастает травой опять же. Девчонки. Тринадцатый. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok